В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Сквер молодежи Выборги начнут благоустраивать. Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета. Постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Согласно документу, шесть районов Ленинградской области получают субсидии на благоустройство. 50 миллионов рублей распределят между победителями конкурса на лучший проект обновления общественных пространств, в их числе и Выборгский район. На реализацию проекта по созданию сквера молодежи напротив ЗАГСа потратят 2 миллиона 325 тысяч рублей. Напомню, этот проект поддержало большинство жителей города в ходе рейтингового голосования 18 марта. За благоустройство сквера отдали голоса 12 тысяч 730 человек. В конкурсе в числе победителей оказался также проект благоустройства парковой зоны в поселке Рощино. На его реализацию из областного бюджета выделено 2 миллиона 750 тысяч рублей. Около 130 картин посмотрели зрители в рамках кинофестиваля «Окно в Европу». В эти минуты в Выборгском замке проходит церемония закрытия кинонедели. Члены жюри конкурсов игрового, документального и анимационного кино, а также фильмов, созданных совместно с кинематографистами других стран, объявляют результаты. Сегодня днем все они поделились своими размышлениями на открытом заседании жюри. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Каким увидели отечественное кино кинематографисты? Самые жаркие споры в жюри происходили, конечно, за закрытыми дверями. Журналистов и интересующихся кинематографом пригласили на открытое заседание. Без названий картин, без фамилий авторов. Общее мнение выразили те, кто в этом году оценивал программы игрового, документального кино, мультфильмов и копродукции. Из 31 неигрового фильма треть, по мнению жюри, и не кино вовсе. Таких картин у нас 12 или 11, я уже сейчас не помню, а общая программа 31 фильм. То есть треть, просто по параметру качества кинематографического, оказались там довольно странными в конкурсе такого фестиваля, так вот в Европе. И если вы говорили о том, можно ли я судить об этом, о состоянии российского кинематографа, но поскольку я смотрю довольно много, думаю, что нет. 39 мультфильмов оценивали в программе анимации. По мнению жюри, средний уровень стал выше, интересного меньше. Очень мало фильмов, так скажем, новых. Почти все фильмы – это продолжение каких-то тонких фильмов, которыми я уже видел. И никто за рамки круга у нас не выходит. Немножко скучно, но есть хорошая работа вообще. В программе «Копродукция. Окно в мир» было представлено 9 работ. Некоторые члены жюри поддержали мнение документалистов об упрощении изобразительного языка кино. Что касается конкурса игровых фильмов, в этом году оценивали 14 работ. Главная проблема – вопрос, для чего ты делаешь фильм. Вот для чего и для кого ты делаешь фильм. Ну, потому что есть большие художники, которые делают фильм для себя и имеют на это право. Зачем ты рассказал, попытался рассказать эту историю и кому ты ее рассказал. И очень часто это непонятно. История заканчивается на 10-й минуте фильма и дальше мучения начинаются для многих, мне кажется, в том числе и для авторов. Единственное, что расстраивает меня как человека, это, конечно, то, что растет количество клинических идиотов в моей профессии, режиссури. Вот это да. Это все. Это тушист свет. Это никакой киновед. Это районная полиплиника. Вот что это такое. Вот это расстраивает. Остальное все замечательно. Спасибо, Анна Николаевич. Спасибо, организатор. У нас осталось, я говорил, это на открытии, в державе три фестиваля, которые имеют право называться фестивалями. Это Московский, Кинотавр и Выборгский. На открытом заседании жюри прозвучало мнение о необходимости вернуть традицию вручения Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Когда из работ победивших в разных номинациях выбирают одну лучшую. Организаторы рассмотрят это предложение. Вероника Когут, Валерий Присижнюк, медиагруппа «Наш город». Отношения отцов и детей в поле зрения участников фестиваля «Окно в Европу». Свой взгляд на эту вечную тему зрителям представил режиссер и сценарист картины «Ван Гоги» Сергей Ливнев. Ее показ состоялся накануне в рамках конкурса «Ко-продукции». Одной из главных ролей в кинодраме исполнил Алексей Серебряков. В своем плотном графике он нашел время, чтобы встретиться со зрителем и дать эксклюзивное интервью нашей съемочной группе. Картина «Ван Гоги» в этом году с успехом прошла на фестивале «Кинотавр». И вот теперь ее увидели зрители «Окна в Европу». Кстати, в Сочи она получила специальный диплом имени Таривердеева за музыкальное решение фильма. В оборге лента завершала конкурсную программу «Ко-продукции». Ее съемки проходили в России, Латвии, Белоруссии, Израиле. Актерский состав также у нас практически из всех стран. Необходимо обратить внимание, что актер сыграет вторую главную роль Даниэра Бориски. Видимо, я надеюсь, всем известный звездой европейского кино поляк. «Ван Гоги» – это история взаимоотношений отца известного дирижера и сына неудачливого художника. Их роли исполнили Даниэль Альбрыхский и Алексей Серебряков. Они живут в разных странах и не намерены сближаться, ведь от любви до ненависти их разделяет один шаг. Все меняется, когда у отца обнаруживается смертельная болезнь. Теперь обоим нужно преодолеть большую пропасть, которая пролегла между ними. По словам Алексея Серебрякова, эта работа оставила большой след в его сердце. Эта картина глубоко личная для Сережи Ливнева. И он очень волновался и был очень требовательным. Поэтому и партнер у меня Даниэль Альбрыхский – великий артист, польский и международный. Поэтому, конечно, ответственность была велика. А в этом отношении, конечно, это все было волнительно. Что удивительно, изначально сценарий драмы был написан об отношениях сына и матери. Менять его Сергею Ливневу пришлось после того, как незадолго до съемок исполнительница главной роли отказалась от участия в фильме. На самом деле мы долго очень искали, кто бы это сыграл. Мы с Серебряковым ездили, пробовали там разных актрис. Некоторые нас пробовали, и очень многие отказывались. Мы ездили с ним и в Польшу, и в Болгарию, с разными русскоязычными. Не только в России актрисы с ним разговаривали. В итоге одна хорошая актриса согласилась. Но в последний момент, когда начались пробы грима, выяснилось, что она хотела бы оставаться красивой до самой конца. Оставалось 10 дней до съемок. И я тогда сидел и думал, что как мало у нас женщин этого поколения, актрис активных, действующих и хороших. Мужиков-то побольше вообще-то будет. Первым, кому режиссер предложил сыграть роль отца, стал Даниэль Альбрыхский. Он охотно принял предложение, сразу включившись в съемочный процесс. Название же фильма появилось благодаря художнику Александру Галицкому. В рамках своего проекта «Ван Гоги» он занимается резьбой по дереву с пожилыми людьми из специализированных учреждений Израиля. Кадры, снятые там, можно увидеть в финале картины. «Ван Гог – это, во-первых, классический лузер при жизни, но при этом он, наверное, остался из самых больших гениев мирового искусства». Представители компании, которые выпустят фильм «Ван Гоги» в прокат, пообещали сделать все возможное, чтобы его увидели как можно больше зрителей. Но выборжцы были одними из первых, чему рад и Алексей Серебряков. «Зрители, которые в обычное время, может быть, не пойдут смотреть такое кино, кино так называемое авторское, которое не предполагает поедание попкорна. Вот поэтому я с большой симпатией отношусь к выборжскому фестивалю». Людмила Перминова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Окно в Европу – прогноз на завтра. В 26-й раз в Выборге завершается фестиваль отечественного кино. Помимо конкурсных показов, юбилеев фильмов и вечеров памяти, в рамках фестиваля прошло большое количество творческих встреч. В этом году мастер-класс дал президент кинофестиваля «Киновед Армен Медведев». Тему продолжит Вероника Когут. Армен Медведев – фигура знаковая в мире кино. Известный киновед, критик, продюсер, заслуженный деятель искусств России и Армении. В Выборге этот человек известен каждому, кто хоть немного интересуется отечественным кинематографом. С 2002 года он возглавляет Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу». На творческой встрече Медведев поделился своими размышлениями по поводу «Вчера, сегодня и завтра российского кино». Об утрате уважения молодого поколения к прошлому, о роли режиссера в современной реальности, о недостатке финансирования. Если раньше «Мосфильм» снимал до 40 фильмов ежегодно, то сегодня был один, два, три или еще плюс три фильма, которые начинали другие студии, просто объединили свои производственные закусилия с «Мосфильмом». Это не всегда даже «Мосфильмовские» картины. Почему это плохо и это как-то об этом вот и мало думают, это привязало наш кинематограф к государственной поддержке. Не может студия, которая снимает один-два фильма, я имею в виду игровые студии, один-два фильма в год сработать так, чтобы обеспечить себя средствами на продолжение работы. Каждый раз они должны ходить в Министерство культуры, каждый раз они должны подавать какие-то документы на государственную поддержку. Вспоминая о советском кино, Армен Медведев говорил об утрате чего-то важного и выразил мнение, что новый Тарковский еще не родился. Рассуждал о современных компьютерных технологиях, с появлением которых ушли те самые муки творчества, в которых, к слову, рождались произведения искусства. То, что в советские годы считалось нормой, вспоминает Медведев, сегодня возводится в ранг выдающегося результата. Есть люди, ну вот, например, Вадим Абдрашитов, мой друг, Саша Медведев, мой друг, они все свои лучшие фильмы сделали как бы не для широкого зрителя. Но тогда кино было так устроено и построено, что их фильмы собирали по 10 миллионов. Когда сегодня, вот при том, что вроде история извлекается из советской действительности, а счет подсчета результатов идет по новой действительности. Я долго не мог понять, каким образом движение вверх рекордсмен нашего проката 15 миллионов собрал. 15 миллионов при советской власти – это был нормативный показатель, на котором фильм себя оправдывал. Не прибыль давал, а оправдывал. Не обошел вниманием Армен Медведев личность Геннадия Шпаликова, сценариста и режиссера. Он и его фильм «Я шагаю по Москве» в этом году стали лицом кинофестиваля. Здесь мы подумали, чтобы показать потенции нашего кино, показать надежду нашего кино. А наше кино, сейчас опять удаюсь воспоминания, оно было замечательно. Почему я сказал, что плохо, что мы разбились на отдельные студии. Вот что такое было кино Геннадия Шпаликова, тот же лимфильм Шпаликова, где он, кстати, делал свою картину «Долгая и счастливая жизнь». И ведь вот, не знаю, все ли знают или нет, он же именно не закончил на лимфильме. Ну и что вы думаете? И коллектив лимфильма закончил картину, без всяких претензий к Шпаликову, не снимая его имя, с титров, они закончили картину. Вот это был тот лимфильм, была студия, был дом. Дух Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», который сплачивает людей, влюбленных в кино, и дает пищу для размышлений, Армену Медведеву и его коллегам удается сохранить. Это отмечают практически все, кто в этом году принимает участие в кинонеделе впервые. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Сезон охоты откроется в Выборгском районе 18 августа. Тем, кто отправится за дичью в наши леса, можно сказать, повезло. Ведь в некоторых угодьях Волосовского, Кингисепского, Лужского, Исландцевского районов охота запрещена в связи с африканской чумой свиней. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Ограничение будет действовать вплоть до снятия карантина. В этот период рекомендуется воздержаться от посещения лесов на вышеназванных территориях. Выборгские же охотники готовятся расчехлять ружья. Подробнее в следующем сюжете. Сотрудники областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира незадолго до старта сезона охоты совершают плановый выезд в Выборгский район. В этот раз они инспектируют территорию государственного природного комплексного заказника «Раковые озера». Проверяют, соблюдают ли граждане требования по охране животного мира и водных биологических ресурсов. Этот рыбак возвращается домой солидным уловом. По его словам, в местных водоемах водится лень, лещ, налим. Рыба вся здесь есть. Ящ берет хорошо, бывает тоже. Все это, как оно получится. Специалист Северо-Западного отдела областного комитета Александр Громов напомнил мужчине о том, что с 18 августа в Выборгском районе открывается сезон охоты на водоплавающую полевую болотно-луговую дичь. Длиться она будет до 15 ноября 2018 года, три месяца. На боровые виды дичи, к которым относятся тетерев-глухарь, охота будет с 18 августа по 28 февраля 2019 года. В случае обнаружения в лесу павших животных, граждан просят сообщать об этом ветеринарные органы и комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Своевременно принятые меры позволят не допустить распространение африканской чумы свиней. Впрочем, посетителям Выборгских лесов она, судя по всему, пока не страшна. Поэтому, кроме птиц, они смогут поохотиться и на пушные виды животных при наличии необходимых документов. К пушным видам относятся янатовидная собака, лисица, волк. Можно также получить на норку, белку, куницу, бобра. Охота будет производиться с 1 октября по 28 февраля 2019 года. Разрешение на право от добычи охотничьих ресурсов можно получить на общедоступные угодья улицы Первомайской, дом 7 у нас в комитете. Также у охотпользователей по месту их офисов можно также получить разрешение на право охоты. В природном комплексном заказнике Раковые озера водятся многие виды животных, в том числе норка, бобр. Зачастую к местным жителям наведываются лисы. Вы, самое главное, их не подкармливаете, лисы. Пытаетесь их с участка выгнать и где-то не пропускать. Мы в прошлом году подкармливали, я потом уже сказала. Не-не-не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Появляются, сразу выгоняйте, чтобы не кормили ничего. Потому что они переносчики заболеваний. Потом будете кормить, они у вас здесь и выводок сделают под домом. Они, видно, здесь вот сегодня, вчера, в эти выходные опять и прибежали. Охотоведы призывают население не складировать на территориях рядом с лесом бытовые отходы, особенно пищевые. Во-первых, это противозаконно. И в Ленинградской области идет активная борьба со свалками. А во-вторых, на них нередко кормятся медведи, встреча с которыми может стать фатальной для человека. В ходе этого рейда нарушителей природоохранного законодательства выявлено не было. Зато специалисты обнаружили настоящие артефакты. В воде нашли старые жернова. Судя по всему, с их помощью когда-то мололи зерно. А еще увидели заброшенную финскую гидроэлектростанцию. Выборгские леса охранят еще много секретов. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Более 100 килограммов корма для четвероногих представителей фауны собрали в библиотеке Алвара Алта. В канун Международного дня бездомных животных здесь в очередной раз провели благотворительную акцию на корме братьев наших меньших. Все желающие могли принести в библиотеку корм и лакомства для собак и кошек, оставшихся без хозяев и живущих в приютах. На призыв о помощи откликнулось более 60 горожан, в том числе сами библиотекари. Эта проблема очень острая. Бездомных животных много. Им, конечно, нужна помощь. И вот спасибо приютам, которые организуются, этим занимаются и лечат этих животных, и стерилизуют, чтобы не было популяции большой бездомных животных. Люди с удовольствием принимают участие в этой акции, очень довольны. От мала до велика все приходят, приносят корма. Очень рады, что есть такая возможность людям помочь приютам хотя бы так. Потому что не у каждого есть возможность попасть в сам приют и оказать помощь, но принести хотя бы небольшую долю добра от себя лично для животных. Они готовы и это делают с большим удовольствием. Организаторы акции призывают всех с большой ответственностью подходить к вопросу появления в доме питомца. Для тех, кто раздумывает завести собаку или кошку, в библиотеке организовали выставку «Найди себе друга». Людям нужно быть очень внимательным, подходить к вопросу, когда они берут животное домой, чтобы это животное потом не оказалось на улице. И, соответственно, у нас есть выставка специально для таких людей, которые, прежде чем завести животное, должны познакомиться, как же ухаживать за животным. Как его воспитывать, чтобы потом не оказалось так, что животное оказалось на улице. Тематическая выставка будет работать в газетно-журнальном зале в течение месяца. Ну а все собранные корма библиотекари передадут в приют для собак в месте «Мысила», расположенной в Светогорске. И в недавно созданный в Выборге приют для кошек. Там всегда рады любой помощи. День рождения отметит Выборг 18 августа. В городе запланированы масштабные мероприятия по случаю его 725-летия. На Красной площади с 10 утра до 9 вечера будет работать городок аттракционов. В Центральном парке развернется город мастеров. Там же концертную программу представят творческие коллективы Выборгского района. У библиотеки «Алта» с 13 до 18 часов будет работать интерактивная площадка «Территория молодежи». На Рыночной площади торжественная церемония начнется в 16 часов. Ее продолжит концерт, в котором примут участие известные петербургские коллективы «Окестробит», «Иллюзия», «Ска Питер Бэнд», «Глоу энд Глоу Окестра». В 21 час свои хиты представит группа «Градусы». Завершит праздник фейерверк на докватории Большого Ковша в 22 часа. Организаторы обращают внимание автомобилистов. Будет закрыто движение по периметру Красной площади с 20 часов в пятницу до 21 часа субботы. По периметру рыночной площади его перекроют в пятницу в 9 часов вечера и разрешат движение в субботу в 22.30. Выбирайте альтернативные маршруты. Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит минимум 7%. Как подчеркнули в Пенсионном фонде России, показатель более чем в два раза превысит уровень прогнозируемой инфляции на конец текущего года. В ведомстве отметили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян составит в следующем году по предварительным расчетам 15 400 рублей. Официальный курс валют на 17 августа, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 76 рублей 6 копеек, доллар 66 рублей 89 копеек. Соревнования по ралли Выборг-2018 регион пройдут уже в эти выходные в нашем городе и его окрестностях. В рамках гонки будут разыграны призы 11 этапа Кубка России, этапа Кубка Северо-Запада и Кубка Лада Ралли Кап. Также спортсмены разыграют Кубок губернатора Ленинградской области. В соревнованиях примут участие сильнейшие автогонщики страны. В субботу на набережной 40-летия ВЛКСМ с 16 часов будут выставлены боевые раллийные автомобили. Торжественное открытие состоится в 19.00 на Рыночной площади. В воскресенье первый заезд назначен на 9.30 с Рыночной площади. Зрительскую фан-зону оборудуют в районе поселка Малиновка. Она начнет свою работу в 8.30. Успеть доехать туда нужно до 9 часов, потом трассу временно закроют. Помимо основного зрелища – гонок, все желающие смогут поучаствовать в играх и конкурсах, поесть кашу из полевой кухни. Спортсменам предстоит преодолеть почти 200 километров, в том числе 82 километра скоростных участков. Церемония награждения состоится в 18.15 на Рыночной площади. Выборгские лыжники были одними из лучших на первенстве и этапе Кубка России по лыжероллерам. Соревнования прошли в Новгородской области. На дистанции 10 километров свободным стилем не было равных нашему земляку Анатолию Вахрушеву. Он завоевал золото. Серебряную медаль увез выборг Андрей Плужников. А замкнул тройку сильнейших его напарник по команде Дмитрий Нагаев. Кстати, незадолго до этих стартов победоносная троица стала лучшей на соревнованиях в городе Сорове Нижегородской области. Там они заняли первое командное место в эстафете 3 на 6 километров. На сегодня это все новости. До встречи.